Если группе Ленинград можно, то почему рэперам нельзя? Считается, что рэп как культура пришел из Черной Америки. У нас появился в 90-х. Однако это не совсем так. Предтечие рэпа в отечественной поэтической традиции, конечно же, был Владимир Маяковский. Вот послушайте из его поэмы «Хорошо», написанной к десятилетию Октябрьской революции. Царям дворец построил расстрели, цари рождались, жили-старели. Дворец не думал о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати царицам вверенной раскинется какой-то присяжный поверенный. От орлов, от власти одеял и кружевца голова присяжного поверенного кружится. Ну чем не рэп, не круто ли? Или вот тот же Маяковский, про створки ворот Зимнего Дворца во время штурма. Качались две огромных тени от ветра и пульс коростей, до пулеметы, будто хрустенья ломаемых костей. Образы Маяковского, рифма и ритм на зависть современным рэперам. Эй, кисель, постучал я к тебе в дверь, эй, кисель, постучал я к тебе в дверь, скоро народ засунуть тебе в жопу дрель. Ты скажи-ка, расскажи, почему так плохо живет народ, ибо Путин, ох, как еще взяточки-то берет. Вот, не про пепло расскажи, а про китайские мосты, которые стоят типа якобы как наши керченские. Здравствуйте! Сегодня у нас большая программа, и поэтому это типа Вести недели и типа Дмитрий Киселев, которого вы видите на своих экранах, этого отборного крымского киселя. Да, в виде, если его выпьешь, то побочные эффекты будут такие, в виде донбасской тошноты ополченцами. Ну, что ж, конечно же, мы на этой неделе уделим большое внимание пресс-конференции Владимира Владимировича Путина, но еще какие есть у нас новости на этой неделе, значит, россиянам говорит о них за неуважение государству в интернете. Пока можно скажу, Россия ублюдочное государство, самое ублюдочное государство. Так, в мире биатлонистов Российской Федерации в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил. Их не просто обвинили, их не просто отстранили от соревнований, их посадили в австрийские СИЗО. РФ и точка. Какие риски несет проект о суверенном интернете? Знаменитый Андрей Луговой, есть такой человек, который подмешивал в Англии всем полоний, хочет, чтобы у нас интернет, как это сказать, был, но только чтобы он был. Ну, то есть, такие, как бы, своеобразные розовые очки. То есть, какие-то там информации, о которой Кремль посчитает для себя вредоносной, чтобы не просто не просачивалось, а чтобы даже через ВПН не просачивалось у вас. Так, на Украине прошел объединительный собор в Киеве, на котором создали новую украинскую церковь. Разберемся, с кем Бог, а с кем джио. В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов. Все перипетии данного задержания. Как Россия и США Марию Бутину подставили. Девушка стала пешкой в большой игре. расскажу про нашу шпигунью Марию Бутину, которая созналась и призналась о том, что она работает на Кремле. Вот какие на самом деле скрепы вставляют в голову своим людям Владимир Путин. То есть, какие скрепы? Чуть что? Чуть тебя поймали, сразу ты признаешься практически. Итоги пресс-конференции Владимира Путина. Вот с этой, я думаю, новости мы и начнем. Да. Значит. К этой новости, как я уже сказал, начинаем. Итоги пресс-конференции Владимира Путина. Есть такое обычай в конце года слушать дурь нашего президента. Почему дурь, вы поймете чуть позже. А пока что самое интересное творилось не на пресс-конференции, а около нее. Дело в том, что журналистка издания, даже шеф-редактор журнала Инсайдер, не пустили его на пресс-конференцию Федеральная служба охраны. Хотя, хотя издание было аккредитовано на сие мероприятия. Почему, спросите вы? Да потому, что он, шеф-редактор журнала Инсайдер, хотел задать конкретный вопрос конкретному президенту о том, где и сколько у него обшоров. Конкретного президента вы видите на своих экранах. И его не пустили. К примерам, цензура в России я привык. Но дальше больше. Пресс-секретутка президента Песков заявил, что журналист, а также главред журнала Инсайдер душевно оказывается больной человек. И в журнале его работают душевно больные люди. Вот их и осознанно не пустили к президенту. Ну, дабы не заразить его своей дурью. А я напоминаю, что журналист Инсайдер и шеф-редактор в том числе занимается делом Скрипалей, а также причастностью сотрудников ФСБ к делу Скрипалей. Но на нет и суда нет. Но понятно, почему президент проводил пресс-конференцию именно 20 декабря. Тоже день выбран, дата выбрана не случайно. В этот день отмечается в России день работника государственной безопасности. Когда все стали чекисты, кроме естественного управления охраны президента, которое присутствует там в этом конгресс-холле, все остальные чекисты, кроме охранников президента, бухали в этот день, вспоминая, как ловко и, делясь опытом, как ловко они отжимали бизнес у того или иного бизнесмена. И поэтому можно было задать жесткие вопросы журналистам Путину, ну, кроме журнала инсайдера, не опасаясь последствий и для Путина, тоже дата подходящая, в этот день чекисты накрывают столы, а значит телите из регионов, можно пообещать все, что угодно, проводить какие-то расследования, какие-то взыскания, ну, если вдруг какой-нибудь журналист заявит, там, вот меня присылал тот или иной следователь или моих знакомых, можно все, что угодно побежать, все равно в этот день чекисты бу-ха-ю, у них профессиональный праздник, ну, ловко-ловко разводит, конечно, Путин свой народ, знает, что в этот день в здании Лубянки пахнет спиртом и подарками, но никак не томами уголовных дел, можно проводить всякие там пресс-конференции и обещать маны небесные, а теперь к самой конкретной пресс-конференции будем разбирать заявление Путина по косточкам, не все вошло, скажу я, не все войдет в нашу программу, но то, что мне запомнилось и то, что я посчитал важным, так вот, значит, Путин проедет войну, опасаясь подобного развития, цитата, опасаясь подобного развития событий, как-то, опасность подобного развития событий как-то уходит, мы добиваемся преимуществ за счет комплексов кинжал, но эти преимущества минимальны и сохраняют баланс ядерных сил в мире, чтобы обеспечить свою безопасность, цитаты, тут можно было бы, наверное, согласиться с президентом, если бы не одно, но сама Россия этот сценарий и провоцирует, вот зачем, вот просто зачем по телевизору показывать, какие ракеты есть, у министерства обороны вообще отдельный телеканал есть, ну, это ладно, зачем показывать этих тупорылых, ну, да, тупорылых пропагандистов там на России, один, который заявляет, да шо, сбудем завтра в Киеве, да вот как Сталин там расправлялся жёстко, да мы сейчас поставим ракеты на пол и вжахнем, вжахнем, вжахнем по Соединённым Штатам Америки, я понимаю, что у кого-то это святая мечта до духовных скреп Владимира Путина, ну, во-первых, она не у всех, это мечта, а во-вторых, это что ж за мир в атомном пепле, ну, и постоянно, постоянно крутят пропагандистские ролики, особенно, конечно, их много на России, один, где там показываются поля, яс, я сейчас понятно, не про растения, вот, зачем лишний раз показывать, как бы, как сказать, даже не военную технику, вот, то есть, сама Россия провоцирует этот циадарий своими учениями, своими заявлениями, причем, что интересно, хочется большего, а силы явно меньше, потому что были недавно учения на Дальнем Востоке, и там Путин, и его руководитель, то есть, это самое, его подчереды заявили, что вот это самое масштабное учение, современное СССР со временем, учение 81, на самом деле нет, на самом деле нет, те советские учения, вот это были учения, вот это были, там пропали, а реально танками были усеяны, ух, а эти учения так себе, так себе, ну, ну, что этими учениями можно, ну, можно вдавить по Японии, если вдруг будет вбунтовать Монголию, можно вдавить по Монголии, но такими соединениями, по США, ну, маловероятная положительная искота в таком случае, ну, я сейчас не в получении, мы разбираем пресс-конференцию Пучина, вот зачем просто рисовали картинку Флориды, которая будет испеплена нашими Искандерами, а потом удивляемся, американцы там свою доктрину ядерной войны внесли тактическое малооружие ой, ой, ну, и снизили порог его применения ой, 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 аааа, так, может быть, не надо было рисовать Флориду, что мы ее испепелим, так, и еще, я уже говорил, еще раз повторю, что к Путину на Западе относятся после слов, что мы все мученики, мы все попадем в рай, как к исламскому проповеднику, а после 11 сентября на Западе с ними не церемонится, Гюлен, Гюлен, исключение исправил, вот и думают американцы, чтобы выжить в этой войне, надо 6, к примеру, так, надо 20 тактических ядерных бомб иметь в Прибалтике, почему? А потому, что Путин говорит, наша главная идея патриотизм, патриотизм, сука, а тем временем, понимаете, да, что подозревается под патриотизмом, а вот и есть земли в Аляске, на Гавайях, они наши были, жители Аляске, вы патриоты? Нет? Тогда мы идем к вам, вот под этими словами, что понимают американцы, и поэтому они снижают порог применения ядерных бомб. Не надо было воспитывать всех в антиамериканизме, тогда бы порог применения атомных сил и не снизился бы. Путин о долларе. Никакого запрета на хождение доллара в России нет и не будет. Объем в разютах доллара в России 66% от ВВП. Ну, тут сами американцы могут запретить хождение доллара в России из-за политики Кремля, а у нас 66% всех валютных расчетов в стадии именно в долларах, да, не в рублях, не в евро, а в долларах. Ну, замечательно, замечательно, просто россияне демонстрируют свой патриотизм в валютах как нигде. Еще могу сказать, шаги по дилеризации в стране уже имеют место быть. Обидникам запрещают вывешивать табло на улице с курсами валют. якобы для борьбы с мошенниками. Но я вижу, понятно, что в данном случае не с мошенниками борются с тем, чтобы россияне не смотрели на смертный приговор российской экономики. А табло на улицах обменников это и есть смертный приговор российской экономики. Когда ты, когда тебя там по телевизору уверяют, уверяют тебя, мы Россия самая сильная страна, самая сильная страна. Ух, трепещи, пиндосия, трепещи, америкосия. Ну и так вот. Значит, а человек, наслушавший это, выходит на улицу, идет к тебе, идет, по дороге встречается там табло с обменниками и видит за один так, подожди, за, по-моему, главное не перепутать, конечно, но вроде да, нет, так, за один доллар, да, 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 не перепутал, за один доллар дают 70 рублей, то есть один доллар стоит 70 рублей. Ну и где, спрашивается мощь у нас или на Западе? Ответ на, что называется, на табло, да, все на табло, если бы, если бы, наоборот, один доллар стоил 70 рублей, вот это было бы мощь, но все совсем наоборот, и запрещают вывешивать табло на обменниках именно потому, чтобы россиянин шел, ну и шел себе по улице, пока его Росгвардия там за пустяковое дело не арестовала, а так, а так, вот сейчас воспитывают администрация президента всех в патриотическом духе, духе любви к своей Родине, а понимаете, любовь, ну трудно любить Родину, которая как бы доводит тебя до нищеты, вот очень трудно, очень трудно, особенно трудно, когда ты видишь какой курс, какой курс валют на сегодняшний день, ну и запрещают руководство сейсталинской методами, нет человека, нет проблемы, нет табло, все нормально в российской экономике, ну а то, что там скоро за один доллар будут давать 100 рублей, 120 рублей, ну пофиг, нам главная власть, вот, 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 да, сложно, конечно же, с этими табло на обменниках убеждать россиян, что власть идет правильным курсом в светлое будущее, а не в атомную войну и в полную разруху и деградацию Российской Федерации, в этой ситуации говорить про экономику с Россией хорошие слова не приходится, ну, что ж, раз не можешь сделать один доллар за 50 рублей хотя бы, да, то надо запретить табло, ну конечно же, если ты запретишь табло, вот, прям российская экономика вот прям наладится, наладится, знаете что, самая главная проблема российской экономики, как что-то объяснить, застарить, застарелость, ну то есть, это я так устойно говорю, понятно там, что современные системы состоят, не застарелость не в технологиях, а скажем так, в персоналиях, то есть, что я имею ввиду, нет новых руководителей, которые бы возглавили банки типа ВТБ и Сбербанк, ну когда вот такие вот крупные банки, вот таких новых руководителей нет, я уж про президента вообще молчу, вот там, 60-летний старик, кстати говоря, по старой системе, у него уже должна начисляться пенсия быть, Путин про ЧВК Вагнер на пресс-конференции, если Вагнер что-то нарушает, то ей должна задеваться прокуратура, а если нет, они, ЧВК Вагнер имеют полное право продавливать свои интересы за рубежом, но забыл наш президент про статью наемничества в указанном колодексе и формулировочка то какая, продавливать свои интересы, то есть давить людей за рубежом, тут нельзя, а там заказ да, пожалуйста, в этом плане Россия не отличается от США, где на территории США запрещены пытки, а за территорию США, пожалуйста, делай все, что хочешь, только там наемники имеют право рассчитывать на помощь и на пенсию, а у нас, если ты попал в беду где-нибудь в Африке или в Азии, да и хрен с тобой, ты не ты, и я тебя туда не посылал, а если будешь вякать, ты вообще агент СРУ. Путин про выборы в регионах, Путин будет помогать всем губернаторам, даже если они не от партии власти, ну как Путин помогал, мы все с вами прекрасно знаем, на примере главы Севропахарского района бывшего Шестудова, который поддерживал местных жителей в их праве до восстания против гигантской свалки, которую власть устроила, ровно из-за того, что Путин увидел свалку в другом районе и приказал перенести. мы с вами все видели, например, Шестуна, как Путин помогает губернаторам, которые не от партии власти, он натравит на них ФСБ, да, и пытает электрошокерам. И еще, что я хотел сказать, ну или просто как в Екатеринбурге отстраняет законодательно мэр, ну я не знаю, он сейчас мэр, не мэр, ну в общем, отстраняет законодательно неугодных лиц. Вот, вот в чем его заключается помощь. Так, ну, да, вообще, конечно, да, ядро стало проигрывать всем подряд, ну, в частности, коммунистам. Ядро доигрались, они-то воровались, ну, наконец-то. Вот, взять, к примеру, мою родную Самару. При советской власти в Горде были 4 аэродрома, 4 аэродрома, внимание, да, не 4 торговых центра, не 4 торговых развлекательных центров, 4 аэродрома. Вы представляете, какие масштабы, да, и они были действующие, то есть туда садились самолеты, оттуда взлетали самолеты, сейчас один. Ну, вот, то есть при советской власти были 4 аэродрома, сейчас один. Я про заводы вообще молчу. Ну, да, там были свои сложности, да, они не обеспечили советской власти джинсами, чипсами, пексиколами, хотя Байкал прекрасная вещь, но его мало было в свое время. Но, да, на этом мы погорели. Но, они строили заводы. А что ты, Володя, строил? Ты закрыл зил и сказал, а чтоб там деревья росли? Путин сделал энергетическую империю, якобы. Да ни хрена подобного, какая-то энергетическая империя, когда на пресс-конференции, ну, он создал энергетическую империю, якобы, да, но, на пресс-конференции сказали, что дальше в Ленинградской области, а это не в Тайге, не где-то в Тайге, не могут провести элементарно газ людям. Эта вот газовая империя, это ни хрена подобного. Я напоминаю, что при СССР сначала проводили газ в Хрущевке, а уж потом строили газопровод уренгой по Мара-Ужгород. Путин, дальше идет, Путин про рэп-концерты, концерты, ну, чтобы было понятно, да, я, конечно, преклоняюсь перед теми, кто строил эти все заводы, фабрики, это было действительно мощно, но я не поддерживаю Сталина в его кровавых чистках, ну, грубо говоря, в общем, я за Ленина, а не за Сталина, но это очень грубо, конечно. Путин про рэп-концерты и их отмену. Мы не можем допустить деградацию нации, там поют про наркотики, фу, нельзя, нельзя, я даже картинку поменял, фу, нельзя. Ну, здесь тоже все ясно, никому не было дела до рэперов, до их песен, типа, где лучшие наркотики, у нас клуби, где лучшая тусовка, у нас клуби, вы знаете, да, это ранний Тимоти, а то, что он пел, скорее всего, про клуб, где были наркотики, и можно было снять проститутку, ну, как-то всем было насрать, абсолютно было насрать, но тут рэперы, и даже, кстати говоря, я вам напомню, Путин приходил на финал проекта Муз-ТВ битва за респект, где соревновались рэперы, да, их поддерживал, несмотря на то, что они пели про распутанный образ жизни, про даконтики, про девушек легкого поведения, но, теперь, кроме Тимоти, естественно, теперь рэперы начали петь, а то, как плохо живется в нашем государстве, ой, власть что-то делает не то, ну, это так, завуалировано, там, более жесткие рифмы, и поэтому власть такая, ага, они поют про политику, нет, они не поют про политику, они поют про наркотики, нельзя, не духовно, не патриотично, а то, что Тимоти пел, как ему хорошо бухать в клубе, как ему там с девушками хорошо ехать на Мерседесе лет 10 назад, это все досад вообще, то есть, то есть, и пели бы рэперы дальше, и про наркотики, и там, я не знаю, даже про Льцедесу пели, никого бы это не волновало, но стоило, стоило, всяким там, ну, из МНС, запеть про власть, и тут, ой, да, они же, да, они же про наркотики, вот, нельзя, 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 нельзя читать им рифмы, рифмы, они не заборали образ жизни, а то, что лет 10, как это сказать, вот этот вот образ жизни был возведен в абсолют, ну, то есть, это, с одной стороны, не поддерживалось, вот этот вот распутанный образ жизни, которым часто поют рэперы, но, с другой стороны, как-то особо и не запрещалось, то это все досадь, то сейчас, когда рэперы начали петь про власть, про политику, про общество, фу, нельзя, они не патриотичны, они не высокодуховны, а то, что было лет 10, тогда, никого не валдует, рэперы хотят видеть у нас в стране вот одну из областей по типу Калифорнии, я не имею ввиду там разбьеры устройства, я имею ввиду ВВП, ВВП данного штата, то есть данной области, и рэперы поют про то, о том, почему Калифорния тут невозможно в России, и пошли аресты, срыли концертов, еще раз, не за их песни, а за то, что они стали писать рэп про политику, в этом плане показательность, что когда Путину задавали вопрос о внесении в государственную долгу законопроекта о зарплете критики власти в интернете, он ушел от ответа, сказав, ну молодежь разная бывает, кто-то пишет галуси про государство в сети, а кто-то поехал в возрасте двадцать сетевого года в Чечню и Георгий погиб, ну знаешь, Володя, не надо путать защиту родины, защиту от боевиков, с тем, что у нас абсолютно ублюдочное государство, говорю без всяких кавычек, десантники, которые погибли в возрасте двадцать одного года, в возрасте двадцать одного года, они защищали не тебя, был бы вместо тебя Ельцина, они бы все равно поехали туда, потому что они защищали не тебя лично, а Родину, да, а не надо путать одну с другим, Ерша с Корольсом, чтобы тем, чтобы в центр страны не прорвались исламисты, да, как раз поехали защищать, а сейчас Путин нам говорит, вот пример по достающему поколению, да, пример, да, эти десантники герои, но это не означает, что всем остальным людям надо запрещать критиковать власть, мудак, тебя вот молодежь, тебя ненавидит, ненавидит, я посмотрел там это самое на ютубе пресс-конференцию Путина, вы сами тоже посмотрите, сколько гадостей, сколько гадостей, ну ладно бы писали гадости про Путина, про единую Россию, но ведь эти гадости, что самое опасное для власти чекистов, они набирают лайки, то есть комментарии оскорбительного типа на ютубе в ролике пресс-конференция президента набирают более 100 лайков, это очень много, это очень много, ну и то есть молодежь понимает, да, там люди, которые погибли за родину, они действительно герои, но это вовсе не означает, что мы должны из-за того, что эти десантники погибли, тебя, мудака, Путина, поддерживать, за то, что там нам телеграммы запрещаешь, и кстати говоря, сама история про десантников тоже была очень-очень интересная, почему они погибли, да, потому что командование, наделенное своей мудростью в кавычках, приказало грушникам, не вмешиваться в этот бой, и только было для того, что спецназ разведки послал на три буквы свое начальство, удалось спасти шесть человек, то есть вопреки, а не благодаря Путину, и он смеет этими десантниками прикрываться, которые спасли не по приказу командования, а потому что грушники еще тогда, в то время, не потеряли слово честь и слово славу, и они пошли вопреки командования на помощь десантникам, а ты мудак кремлевский, прикрываешься ими, про это Путин не говорит, да, про то, что командование запретило грушников вмешиваться в свое время, а грушники фактически нарушили приказ, про это он не говорит, да, ну, и самое интересное, как я считаю, самое высокодуховное, высокоподъемное, было в самом начале, когда Путин озвучил цифры, рост доходов, реальный рост доходов в Тоселеге составляет, внимание, 0,1%, 0,1%, у нас НДС повышается на 20%, а рост доходов на 1%, то есть откуда народу взять 19%, ну, то есть вам повышают зарплату на копейку, а налоги повышают на рубль, чувствуете разницу, почувствуйте с 1 января, а те, кто сейчас не почувствовал, ну, это просто вообще, это, конечно, ага, и при том Путин заявляет, что вот 20% НДС было, когда я пришел к власти, ну, тогда и цены были другие до продукта, цены были ниже, не знаю, что там было с налогами, я тогда в школу ходил, но цены были ниже, цены были ниже, это факт, да, а сейчас цены выше, но и соответственно надо поднимать налог, поразительная логика, поразительная логика, да, был налог, еще раз повторю, 20%, но то, что можно было купить на 5 рублей, тогда сейчас это можно купить на 80 рублей, чувствуете разницу, да, вот так вот, вот так вот, то есть власть говорит, мы работали, мы вам вот зарплаты повысили на один смехотворный процент, а налоги у вас будут 20%, то есть вы, дорогие россияне, уйдете в минус, в минус 19%, нормально вообще, из-за деятельности правительства, и еще Путин этим имеет наглость хвастаться, но это же вообще позор, это просто позор, один, ну даже и два, это просто позор, ну вот такая вот была пресс-конференция, еще что запомнилось там это, женщина такая входит, а на меня, короче, завели уголовное дело, Путин, ух, разберемся, ну как я уже сказал, чекисты, в этот день бухают, у них профессиональный праздник, и разбираться никто не будет, ее, я не знаю, кто муж там, или сын, или она сама будет гнить в тюрьме, да, к сожалению, вот так вот, так, ну да, давайте пойдем сейчас так, Мария Бутина, 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 а вообще красивая, конечно, женщина, да, ну, вот так вот с ней скучилось, приключилось, фоткалась с оружием, да, фоткалась, что называется, так, как Россия и США подставили Марию Бутину, ну, так давно, российская шпигунья, Мария Бутина, призналась в том, что она, собственно, агентесса службы внешней разведки России, и приехала в США, чтобы выполнять задания господина Нарышкина, это начальник СВР, и Путина, и духовные скрепы Путина о том, что наши разведчики самые сильные, полетели в тартары, эти гороушники лоханулись, привет Петрову и Баширу, то сначала эти гороушники лоханулись, привет Петрову и Баширу, то теперь вот Мария Бутина дает признательные показания в американской тюрьме, что, мол, да, я была заербована, я работала на русскую разведку, не признаться было бы ей стыдно, дело не только в пытках, что ее выпускали на прогулку только ночью и не давали спать днем, а не признаться ей было стыдно, потому что были предъявлены железные доказательства американским прокураторам, да, я на манер Булгакова рассуждаю, прокуратора, так вот, американский прокуратор предъявил веские доказательства шпионажа Марии Бутины в пользу России, в виде перехваченных электронных сообщений и телефонных разговоров Бутины с ее ФСБшным куратором, бывшим сенатором Торшином, Трошином, Трошином, задание Бутины в США было втереться в Национальную Стрелковую Ассоциацию, которая поддерживает Дональда Трампа, и собирать естественно при помощи секса и шантажа, а по-другому российские разведчики разучились сработать ценную информацию о членах Стрелковой Ассоциации и о членах администрации Трампа, которая входит в эту самую Стрелковую Ассоциацию, которая помогла бы снять американские санкции с России и захватить всю территорию Украины, Белоруссии, а также выдавить США из стран СНК. Но не получилось. Но не получилось. Контрразведка ФБР полностью переиграла СВР, ГРО и ФСБ вместе взятых. А особо здесь роль чекиста Торшина, который подставил своего агентесу под кулак американского правосудия. Торшин не предупредил о всех нюансах правосудия и законодательной деятельности в США Бучино. Бучино, как стало известно, знает о всех нюансах вмешательства России в выборе в США здания Дональда Трампа. При этом не знает, как американское законодательство работает в области доказательств вины шпионажа. Знает Мария Путина и то, что еще более унизительно для наших патриотов, почему она дает признательные показания и почему сдержание Марии Бутиной важно так для ФБР. Ну так вот, потому что Мария Бутина знает и не молчит про с каких серверов также при помощи какой оргтехники российские хакеры вмешивались в американские выборы. Вот она знает и не молчит, а дает признательные показания. Это унизительно для наших конечно же патриотов, которые на нее лишь дрочат свои пиписьки ни хрена ничего не делая не пытаясь ее вызволить. Что бы там вас в чем бы вас Захарова там в своем меди не убеждала. И вот это вот Бутина ну наверное как бы так сказать ну и Торшин завердала но скорее всего она была что называется несознательным агентом ну то есть то есть той же человеку надо было срочно переправить в США это первый момент второй момент может быть скорее всего ее использовали по сути в темную ну так или иначе она собирала информацию о членах стрелковой ассоциации и передавала Торшину а тут естественно на Лубянку ведь Бутина если расскажут все если все-таки была спецподготовка а Путин врал потому что она не проходила спецподготовку в Ясенево в Академию СВР если она расскажет про систему русской разведки и про то как наши вмешивались в выборы в США через какие-то сервисы через какими системами пользовались и т.д. и т.п. то будет импичмент про путинскому президенту Трампу и вместо него к власти придет Хэ Клинтон который ведет уже не адские санкции а смертельные санкции для нашего государства вот кстати говоря по этой причине и убирает табло может быть это будет не Хиллари Клинтон но под Трампом шатается кресло а если оно все-таки дошатается придет к власти новый человек и какой бы он не был демократ республиканец он ведет эти самые адские санкции обещанные сенатом США в адрес России и тогда будет интересна картина да по ящику будет продолжаться реляции победные вот там-то Россия победила там-то Россия победила а доллар будет стоить за 1 рубль за 1 доллар будут давать 90 за 1 доллар будут давать 90 рублей то есть 1 доллар будет стоить 90 рублей а то и все 100 именно к этому именно к этому правительство Российской Федерации стремится но не о долларе сейчас так и если Мария Бусина все-все расскажет она уже практически все расскажет зала возможен и введение войск НАТО в Донбасс да вот такие вот последствия имеют признательные показания российские шпигуни Марии Бутиной в американском тюрьме да и пытка то что тебе не дают спать днем и то что ты прогуливаешься на открытом воздухе только ночью ой это такие мелочи даться нечто скажу но это такие мелочи по сравнению с тем как пытают новобианки ну или взять США в Гуантанамо ее так не пытают как пытают в Гуантанамо так что за это можно сказать спасибо американским властям ну и да ее болтливость очень важна для импичмента пропутинскому президенту Трампу который пришел к власти США только благодаря российским хакерам но даже если она не проболтается или импичмент увязнет или каким-то чудом все таки ее удастся освободить и вернуть на родину в ходе обмена то здесь ее ждет холодный прием ибо американская пропаганда будет утверждать что она все равно раздала секреты Кремля направо и налево даже если она ничего не сдала это раз и два сейчас в СМИ благодаря ее осечке в США благодаря задержанию Бутина в США всплыла вот эта самая фамилия Торшин который завербовал Бутину в шпионе в США я не знаю когда он конкретно был завербован на какую контору он там работает на ФСБ на ФСО на СВР но он работал в Совете Федерации и запретом ЦБ однако фамилия Торшин всем известна помимо Бутина и по связям Торшина с лидером Таганской бандитской группировки Александром Романовым Торшин лично отмывал деньги членов Таганской ОПГ по сути он является руководителем Таганской группировки Торшин занимался рейдерскими захватами Чопа Афганец и Универмага Москва понятно почему Торшин работал в Центробанке и в Совете Федерации сенаторская ксива защищала его от уголовного преследования а ксива сотрудника Центробанка помогала Торшину отмывать деньги Таганской ОПГ ну и сейчас его не посадили по понятным причинам чекисты ради своих интересов взяли его в свой оборот что называется под козырек скорее всего чекисты в лице Торшина видели человека который может финансово обеспечивать резидентуру в Испании так как там у него собственность и значительные финансовые средства и вот благодаря бутердой это все всплывает и как вы думаете за это будут и ей рады встречи в России ответ нет и даже если Торшин не работает ни на каких чекистов все равно он так как у него есть еще раз повторю недвижимость в Испании и испанским правоохранителям органов удалось доказать его связи с ну с этими самыми с этой самой преступной группировкой то выходит что Торшин работал на путинскую мафию а кто такая путинская мафия мафия правильно это выходцы из КГБ или это те кто кого используют выходцы из КГБ или действующие генералы СВР и ФСБ ради своих интересов то есть таким образом даже если Мария Бутина не проходила спецкурсу курсы в Ясенево в СВР и даже если Торшин никакой не завербованный чекист все равно получается что они и Торшин и его подопечная Бутина работали на Кремль только есть одна разница Бутина сидит в американской тюрьме а Торшин спокойно гуляет на своей вилле в Испании ни о чем не жертв так что я призываю российских разведчиков за рубежом спокойно без суеты идти и сдаваться сдавать свои секреты и секреты государства резидентам ЦРО а в США резидентам ФБР для вас будет гарантированное место в солнечной Калифорнии под Пальмой а не в застенках Лубянки потому что в обмен на признательные показания Бутиной фактически власти США гарантировали гражданство США то есть вот она даст признательные показания потом будет суд ну да дадут скорее всего очень мало ну и после этого по условно-восточному освобождению она выйдет если расскажет всю правду матку ну и особый шик данной истории с Бутиной это то что приговор Бутиной огласят американское правосудие в феврале то есть может быть вполне 23 февраля в день российской армии и флота с чем я вас дорогие расисты и поздравляю красивая девушка вас всех сдала с потрохами и теперь мы знаем что через Торшина чекисты через связи Торшина с таганскими ОПГ чекисты отмывали бабло ну или их таким образом спонсировали на свои операции вот так почему нужна была такая схема понятно что если финансы идут прямым траншем из Москвы то вышли эти транши какая у тебя пофиг какого-то разведка бы не было очень легко поэтому надо через третьи руки через четвертые ну вот так и получилось а в итоге девушка страдает вот эти всяких маразий не посадили а посадили вот эту девушку ну вот так вот так да так где у нас про геологов студенческие так ой в московском общежитии задержали студентов геологов вот михалков договорился в своей программе бесогон с фразой митчмана криворучка уходим по одному если что мы геологи а я то думаю зачем он эту фразу произносит в конце бесогона а вот зачем затем чтобы в общежитии московского геолого-разведущего университета прошел полицейский рейн рейн прикрытия сотрудникам мвд назвали это все профилактическим рейдом обращаю ваше внимание что рейд приходил в 5 утра то есть сотрудники росгвардии вышвырвали студентов из своих кроватей и будили студентов дубинками по башке а студент естественно не понимал что происходит а ему все равно херак дубинкой по башке а потом это еще пытаются нас убедить о том что эй студенты оставайтесь в России а вообще там в общежитии дубинками заходят и присутся все это в геологическом университете назвали обычным делом ну да в каждый каждый день в каждый вуз входят сотрудники росгвардии и устраивают что называется крутой подъем студентам конечно так происходит в каждом вузе и ПТУ в России и в их общежитиях вот мы жалуемся в смысле АМИД что вот там в США не дают спать Марии Бутиной но она-то подготовленная к пыткам разведчатся но даже если не так все равно это никакое сравнение не идет с дубинками по башке росгвардии и кстати говоря росгвардия должна была поднять не в 5 утра а ровно в 4 утра чтобы соответствовать своему названию нацгвардии 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 россии так тут в это общежитие врывается в девичестве ОМОН а ныне росгвардия к студентам в 5 утра видимо перепутав общагу с тюрьмой а студентов с паханами но действительно российская власть держит студентов по сути за бандитов жестоко с ними расправляясь росгвардия машет дубинками направо и налево в общаге применяя применяя электрошок все это называется духовные скепы Путина и ректор Московского геологического университета называет это обычным делом ну да в России так конечно каждый день бывает что студентов бьют дубинками и принимая применяют электрошокеры причем если принять версию МВД я понимаю что это Москва но все таки представляете 400 студентов задержали с героином в общаге в общаге не в клубе куда смотрел ректор университета господин господин Вадим Касьянов непонятно одно дело клуб где толпа народа и может какой-то драгдилер прийти с улицы по недосмотру охраны другое дело общага где есть комендант общежития где есть ректор деканат да куда они все смотрели у них 400 человек задержали с героином куда ректор смотрел а в какую сторону в какую фсбшную задницу он смотрел или куда он там смотрел непонятно со слов очевидцев происшествия задерживали в авто задерживали только ингушей почему давайте-ка вспомним что же происходило раньше и мы вспоминаем Верховный суд России и Конституционный тоже признали не так давно законом аннексию ингушских земель кадыровцами соседней Ичкерьи в ходе которой территория была увеличена а территория ингушетии была уменьшена примерно в полтора раза конечно это не понравится никому если ты горячий парень а на Кавказе все такие то будешь отстаивать интересы своей земли своих земляков где бы ты не находился это понятно и в условиях когда кадыровцы почему у них нашли травма тоже понятно в условиях когда кадыровцы нападают с автоматами бьют прикладами ингушских протестующих и даже ингушское МВД которое защищает протестующих против решения передать землю Ингушетии часть земли Ингушетии Чечне то держать у себя травмат ну вы знаете это все равно что держать дубинку у себя под кроватью когда идут танковые сражения вот это что-то в этом роде и тебя задержали ну а то что на улицах в это время стреляют там из огнеметов из РПГ ну ну все ну все ну ты пойдешь по статье за незаконное хранение оружия ну в эту общагу понятно из-за конфликта чеченов Ингушей могли нагрянуть не Росгварди а Кадыровцы с автоматами и в этих условиях держать травмат ну я сказал это все равно что держать дубинку против спецназовцев может помочь да но вряд ли про наркотики поймите да ну если нет то я расскажу что в Чечне была громкая история когда правозащитников у них чеченские власти нашли наркотики в багажнике машины причем точно как показывают в любом фильме про криминал то если хочешь арестовать человека твоего конкурента или твоего врага который ни в чем не виноват который не нарушал никакой закон ты должен именно подбросить наркотики в багажник ну в данном случае в общежитие и вызвать полицию вот так решили поступить кадыровцы с непокорными ингушами понятно да что Росгвардия которая пришла за студентами в 5 утра да я уже сказал надо было на 4 так 70 лет назад так руководители ну и да но в итоге кадыровцы решили действовать более цивилизационными методами они позвонили начальству Росгвардии и сказали давайте-ка устроим давайте-ка вы устроите рейд вообще есть такая информация что наркотики есть в этом общежитии но то что наркотики могли быть подкинуты сами чеченцами для ареста ингушей которые отстаивали свои земли которые аннексировали чеченцы такая конфигурация выстраивается ну на это Росгвардия закрыли закрыла глаза и приняла сторону кадыровцев и в итоге наглял наглял в итоге пришла за ингушами и кстати говоря прямо на пороге сессии ну это чтобы они еще и были отчислены за неявку на экзамен на то чтобы были в СИЗО это пофиг для электората для деканов для ректората почему пофиг потому что в общежитии нашли 400 человек с наркотиками и на это закрывалось глаза ну что говорить про тех людей которые 400 человек которые сидят в СИЗО и на это пофиг пофиг ректору ВУЗа Вадиму Косьянову Вадиму Косьянову это не интересует была также информация что за сутки до задержания около ВУЗа была стрельба скорее всего была сделка как раз кадыровцев я так подозреваю ингушей и эти самые ингуши пытались защитить тех ингушей которые сейчас прессуют кадыровцев в ингушетии стрельба отдать свою землю свою водчину Рамзану Путин умыл руки то есть центральная власть сказала пусть сами разбираются вот они вот он результат 400 студентов из ингушетии избили дубинками Росгвардии и все это происходило не на митинге а в общежитии ВУЗа и вот как теперь говорить про хорошее образование в нашей стране ну когда в общежитии ВУЗа Московского ВУЗа Московского ВУЗа приходит полиция и тузит дубинками направо и налево хочешь ли ты потом поступать дорогой школьник в российский ВУЗ а не американский или британский или канадский нет не хочу почему а потому что могут наглянуть к тебе в гости вот эти вот правые парни и тебя жестоко отмутузить а это самое и тебе могут подкинуть наркотики да кстати говоря с этими наркотиками да в любом фильме вообще вот взять даже просто вот любую историю вот хочешь поставить человека подкинь ему наркоту вот просто подкинь ему наркоту и все и вызови полицию туда вот так же и здесь получилось ну что сказать по-видимому дальше будут разбирательства в школах потом в детских садах потому что с одной стороны власть боится молодежи а с другой стороны федеральная власть на стороне Кадырова всегда будет даже если Кадыров будет неправ еще кое-что вот нам твердили как хорошо что есть ЕГЭ в России и что почему по сути ЕГЭ и почему так хорош ЕГЭ потому что в своей школе можно сдать экзамен а учиться потом в любом вузе страны но даже если взять версию МВД что ингушей не подставили то что получается то есть 400 человек из-за этой самой системы приехали в Москву и просто распространяли наркотики если все таки они реально распространяли наркотики или покупали наркотики а вот если бы не было системы ЕГЭ то эти травматы их наркотики то есть остались бы там в ингушетии и Москва была бы просто чище криминально социально и кстати говоря пусть не обижаются ингуши но ЕГЭ не позволяет развивать систему образования у себя то есть ты сдаешь ЕГЭ и потом едешь с этими результатами ЕГЭ в какой-нибудь престижный московский вуз а то что у нас большая страна а то что у нас полно вузов которых надо развивать там ну где-то в своих регионах ну то есть понятно да создалась такая система где можно если ты сдал экзамен приехать в Москву и что называется наводить свои порядочки то есть какие-то нибудь наркотики там гашиши все это превратить в Москву так бы это было бы в своем родном ауле а так это в центре самой духовно скрипоносной страны идем дальше томас томас уже час сейчас сидим томас 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 ну и да мне запомнилась шутка соловья что порошенко надо не томас а термос налить с алкоголем так 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 сейчас это я найду про томас 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 где ты был у фарфаломия Так Ну у меня почему-то тут написано другое Это у нас чуть позже РФ и точка доступа Какие риски несет проект О суверенном Интернете В России или попросту Рунете В Государственную Думу В него внесен Законопроект Клишес Ну будет значит клинить интернет Это уже по фамилии сенатора Понятно Антигероем прошлой недели Известным любителем Убийства в Англии Андреем Луговым Был внесен законопроект О суверенитете интернета От США Клишес и Луговой Комментируют данный закон Как если в случае Введения самых жестких санкций Со стороны США Мы граждане могли бы Пользоваться Автомобильным интернетом Если интернет В России заблокируют Имеется ввиду Корневые системы Американские власти Ну имеется ввиду Корневые системы А именные Домены Ру Так как Россия Не контролирует Коренные сервисы интернета Которые находятся В Европе И США И тут можно было бы Согласиться С Луговым Если бы Ижу не было понятно Что под эгидой Как бы спасения Русского интернета И автономной его работы От США И от Европы Вот что не предлагалось бы На самом деле Пункт первый Интернет провайдеры Должны будут обеспечить Установку технических средств В которых В случае угрозы Для государства Смогут обеспечивать Контроль За всем интернетом В том числе И прокси С VPN Со стороны правительства Под угрозой вмешательства Понимаются Естественно Протесты Под угрозами Власти Понимаются Естественно Протесты Критические статьи На сайтах Эхо Москвы Сайтах Дождя И рейтинг Путина Ниже 51% Второй момент Даже если Угрозы для Рунета Нет Эти технические Следства А какие не разглашаются Наверное Речь идет О глушилках ФСБ Которые надо будет Еще и производить То есть Тут не только Накат На интернет И на свободу В интернете А еще И Пресловутый Лоббизм Со стороны чекистов Которые По запросу По Приказу Роскомна Ну Точнее наоборот Что чекисты Могут Приказать Роскомна Отзору Блокировать Запрещенные сайты Еще при этом На этом На производстве Специального оборудования На этом Наживаться Ну и так вот Значит Блокировать Запрещенные сайты Думаете Сайты Будут Блокировать По торговле Оружием Которые Накатой Дня Их и так Сейчас блокируют А будут блокировать Такие запрещенные сайты Как Эхо Москва Голос Америки Радио Свобода И т.д В том числе И Ютуб Гугл Кстати говоря Да Гугл был На прошлой неделе Оштрафован И вообще В Роскомнадзоре Не исключали Полного Полного Закрытия Гугла Полной блокировки Гугла В России А Ютуб Это и есть Гугл По примеру Телеграма Да и вот эти Вот такие Там блогеры Которые Уберут Гораздо Больше Подписчиков Но я не спорю Там у них Более шикарное Видео Чем у меня Более шикарный Монтаж У меня вообще Монтажа нет Я не спорю Что они Лучше меня Но вот им Им будет Кана А я Наверное Найду Чем заняться Так вот И так давно Роскомнадзор Оштрафовал Гугл С требованием Подписать Антипиратский Меморандум Который Сложно Выполнить А когда Гугл Не стал Платить штраф Роскомнадзор Прогазал Пригрозил Блокировки Гугл То есть Уже Началось Гугл Будет Один Из первых Кого Роскомнадзор Заблокирует При помощи Новых Средств Слубянки Третий Пункт Владельцы Линии Связи Которые Соединяют Россию Другими Сторонами А также Владельцы Точек Обмена Трафиком Должны Будут Принимать Участие В учениях То есть Когда Будут Эти Учения Невозможно Будет Поговорить Друзьями По скайпу Или попросту Послать СМС Так как Учение Четвертый Вводится По данному Законопроекту Возможность Отказывать Операторам Связи И СМИ А к СМИ Сейчас относятся Субсельте И мессенджеры Подключение К точкам Обмена Трафиком Если Они Не выполняют Требования Роскомнадзора И ФСБ То есть Вы теперь Не сможете Связаться Через сообщения С ВК С человеком За границей А самая деятельность Вконтакте Фейсбука И Твиттера И одноклассников Встает Под Вопросом И Законной деятельности По этому Законопроекту В России И фактически По данному Законопроекту Их можно будет Закрыть Без решения Суда Де факто Де факто У вас теперь Россияне За смайлики И мемы Вы будете Страдать Смайликов И мемов Поэтому Законопроекта У вас Не будет Пятое Мое любимое Должна быть Полностью Изменится Система Организации Обмена Трафика На территории Страны Трафик Интернета Должен проходить Только через Специальные Точки Обмена Это как раз В заголовке РБК То есть Россиянам Запретят Обмен Информации С иностранными Ресурсами Интернет Будет Не у всех А лишь У избранных Подключенных Точки Точки Доступа Доступа Ясное Дело Это Избранные Которые Получат Доступ К точке Доступа Интернета Будут Сенаторы И депутаты Обычным Гражданам Будет Запрещен Доступ В интернет И к этим Точкам Ну и Те немногие Что Полезут В сеть При новом Законопроекте Столкнуться С очень и очень Плохим И медленным Интернетом Интернетом А Один Уже Очень Одним Джи В эпоху 5G Из-за этого Законопроекта Вот с чем Столкнутся Россияны Протокол Доменных Имен Которые Депутаты Будут Пытаться Взять Под контроль Разработан Таким образом Сейчас Что Передача Данных Ощущается По Самому Оптимальному Маршруту А не так Как Решает Роскомнадзор Или ФСБ Все это Приведет К полной Тотальной Деградации России И россиян В эпоху Спутникового Интернета Который Сейчас Будет Развиваться В США В эпоху Технологий 5G Россиянам Ограничат Выход В интернет И они Будут Будут Иметь Право Связаться Со Своими Знакомыми За границей Только При помощи Специальных Точек Доступа Я время Посмотрел Уже сейчас Россияны Высказываются За Автоном Высказываются За Автономный Интернет От Западных Сервисов Не понимают Что это Железный Заново С 2.0 А депутаты Разводят Тупых Россиян Под соусом Что надо Обеспечить Безопасность От государства Забивая Добавить За вас же Счет Кстати США Наоборот Настроены Не на Отключение Рунета От интернета А наоборот На создание Ряд Наоборот Там создан Ряд Мер Для обмена Информации Более того Они создают Так называемый Либеральный Интернет Как раз Систему Спутниковой Связи Систему Спутникового Интернета Где все Будет Разрешено Это еще Доказывает О том Что Законопроект Про суверенитет Интернета В России Следует Понимать Как законопроект Об ограничении Интернета В России Данный Законопроект Слишком уж Напоминает Китайский Firewall И Луговому С Клишенсом На заметку Суверенитет Начинается Тогда Когда вы Принимаете Законы Которых Еще Нет В мире А когда Вы Делаете Кальку Китайского Закона Это не Называется Суверенитет Это Называется Плогиатство Хорошего Интернета Не будет Вся надежда Что Это законопроект Не примут Но Навряд ли Идет Скоординированная Атака Власти На Российский Интернет Вот Вот эти Точки Доступа Ограниченные Не для Всех С которыми Возможно Будет Обмен информации Зарубежными Фирмами Компаниями Людьми Сейчас Можно Это Делать Сейчас Можно Просто Войти В Твиттер И Написать Какому Америкосу Когда Будет Введен Этот Законопроект Так Будет Сделать Нельзя Нельзя И Все Ну Власть Обьется В революции Когда Нибудь Ой К Украине Вот Наконец Так К Украине Перешли Киеве Завершился Объединительный Забор На котором Был Избран Голова Незалежный От Московского Патриархата Кирилла Незалежной Церкви От Московского Патриархата Кирилла Голова Им Был Владыки Трех Мерседесов Так Еще раз В Киеве Завершился Объединительный Собор На котором Был Избран Голова Незалежный От Московского Патриархата Кирилла, владыки трех Мерседесов в церкви. Перемога, очередная перемога над Россией. Дальше на пропутинских РИА новостях справедливо заметили, что президент Украины Петру Порошенко не срывал столько оваций со времен Евромальдана. Порошенко на Объединительном Соборе напомнил об ответственности иерархов в Новой Церкви перед народом Украины и о том, что Вселенский Патриархат, то есть все православные в мире, кроме российского естественного, своим недавним решением Томас УПЦКП, окончательно провозгласил незаконную московскую аннексию УПЦ в 16 веке. Также решением Вселенской Патриархии РПЦ больше не имеет канонических прав на УПЦ. Не забыл Петру сказать и про то, что сегодня родилась новая церковь. Церковь без Путида, без Кирилла, но с Богом, с Украиной. И теперь украинскую церковь правит Бог, а российский правит дьявол. Вот они, исторические решения Константинопольского Патриарха. Теперь россиянам нельзя будет молиться на горе Афон, на православном, да, прихожанам Российской Православной Церкви, а также под большим вопросом делегация России в Иерусалиме. Им могут запретить туда ехать на Пасху. Ссылаясь на то, что Стамбуль, ну можно так сказать, Стамбульский Патриархат признал аннексию УПЦ-РПЦ. И теперь под РПЦ надо наложить санкции. В том числе запретить деятельность на Афоне и, конечно же, запретить деятельность на Пасху в Иерусалиме. Ух, вот доигрались. Доигрались. РПЦ больше не имеет канонических прав на УПЦ. После речи Порошенко люди в слезах, в слезах, что наконец-таки избавились от гнета московской патриархии. В слезах счастья были, потому что избавились наконец-таки от гнета московской патриархии. Неожиданностью собора явилось то, что на объединении собора УПЦ были, да, неожиданностью было то, что на соборе УПЦ было два иерарха РПЦ. Митрополит Вильницкий и Барский Семён Шустацкий и митрополит Хмельницкий и Вишневский Александр Дробинко. Они под рясами показали фак патриарху Кириллу и фак его Мерседесам. Вот что они сказали на соборе. Заметьте, они перешли в УПЦКП. А вот те, кто перешел из УПЦКП в РПЦ на Украине, я не заметил. Их было немая. То есть предатели в РПЦ перешли на сторону силы, на сторону светлой силы. Они захотели сидеть во мраке. Патриарх Кирилл, Российская Православная Церковь, полностью проиграла конкуренцию на Украине. И новая церковь тому подтверждение. Что касается главы новой церкви, его избрали в двух турах. Им стал митрополит Епифаний, который теперь должен подвесить этого самого владыку темных сил Ануфрия за яйца. И мы ждем противостояния Епифания с Ануфрием. Хотя от справедливости ради Незалежной УПЦ должен руководить патриарх Хиларьет. Но решили, как решили. Да, новая церковь должна подчиняться Вселенской Патриархии. И у новой УПЦ не будет патриарха, а будет митрополит. Но ЕРПЦ должна была подчиняться Вселенской Патриархии, а ей не подчиняются. И если украинская церковь считает, что Стамбул, что Вселенский Патриарх идет, как бы, так сказать, не путем демократии и свободы, то вполне вероятен и такой исход, что УПЦ, новая объединенная УПЦ, может тоже порвать Стамбульским Патриархом. Но! Но! Какая разница? Патриарх там на Объединительном Соборе или митрополит. Главное, теперь украинская церковь не будет подчиняться Москве. И не важно, под кого она ляжет, под турков, под американцев, под болгар, под греков, ничего плохого эти страны в Украине не сделали. А вот Россия отобрала Крым и развязала, и поддерживала боевиков Донбасса оружием. Исходя из этого, не важно, под кого ложиться, но если этот человек тебе ничего плохого не сделал, тебя не побил, не избил, то можно под него лечь. Да, можно. Потому что ничего плохого не сделал. Потому что Вселенский Патриарх, Вселенская Патриархия ничего плохого для Украины не сделала. А что делала Московская Патриархия? А она поддерживала, она отбивала людей, которые убивали украинских патриотов. Ну и спрашивается, и что? Так что вот что. Новая независимая церковь. С благодарностью надо принять данное событие с верой в душе. И кстати говоря, я всем напоминаю, я друга этот слышал много раз, что Патриарх Кирилл это двойной агент силы зла в РПЦ. Так оно и вышло. При всех минусах Эрдогана он лучше Путина. Так что украинцам лучше ходить под турецким флагом, под флагом Константинополя, откуда пошло православие, чем под флагой Москвы, чем под ФСБшным РПЦ. Ждем полного, тотального запрета деятельности РПЦ на Украину. Ареста и суда этого неблаженнейшего, а гадкого митрополита Онуфрия. И взятие под контроль Киевской и Почаевской лавры. Только тогда украинская церковь станет полностью независимой от российской. А никак иначе. В правильном случае это всего лишь навсего показуха Порошенко. Тут в этом плане показательная реакция патриарха Кирилла, который пищал. Нет, ай-яй-яй, ай-яй-яй, я призываю там этого самого, я призываю даже Папу Римского помочь отстоять УПЦКП на УПЦМП на Украине. Но нет, не бывает этому. Я думаю, почему патриарх начал пищать, кричать о том, что это самое. Он обращается к Международным институтам, потому что, когда он просил, скорее всего, вводить православных зеленых человечков в Киев для защиты лав, Путин ему от этого отказал, потому что самый кратчайший путь на Киев лежит не через Донбасс, не через Крым, а через Беларусь. А там батька собрал своих министров и сказал, что не допустят того, что Беларусь была, его цитата, кем-либо аннексирована и просоединена. Эту фразу и секретное совещание высших чиновников Беларуси можно тратить как то, что Беларусь не пропустит российские войска в случае чего через свою границу в Украину. Вот что имела батька. И если российские войска попытаются запросить Беларусь пространство, коридор в виде своей территории для прохода в Киев, то батька откажет, а если российские оппоненты в Беларусь, то он дает им по сусекам. Вот так вот. Поэтому Кирилл и завещал там про международные институты, а поздняк метаться, призывая на духовную войну с бандеровцами, заставляя священников обучаться военному делу. Патриарх Кирилл сам подставился с честью, с достоинством надо встречать данную новость с молитвой за Украину. Молитесь за Украину, за то, что она никогда не была под российским оккупантом, за то, чтобы Крым, Донбасс, Ростов и Краснодар вернулись в лоно Украины. Вот так. И молитва сия будет слышна на небесах великим Петро Шоколадным, который, конечно же, хочет, чтобы его сравнивали с Петром, с Апостолом, конечно же. Так, сколько мы уже сидим? Час двадцать шесть. Час двадцать шесть. А, тут у нас известие чуть-чуть подвески. Ну, Кирилл виноват, да. Ну, в общем, ладно, я зачитаю. Ах, так. О, у меня, кстати говоря, пока я ищу про биатлонистов, у меня сейчас сверлят. О, ну эту сволочь я найду, и потом я её откровенную. Увы и бог. Так, вот, да, биатлонистов. Развисло, нет? Ты, ты, известия, блин, ну ладно. Биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении допинговых правил. Причем не просто обвинили, а посадили в австрийскую тюрьму. Дело в том, что в Австрии нарушение антидопинговых правил карается тюрьмой, то есть уголовным преследованием по всей строгости закона. И нам бы сейчас, ох, как пригодился бы полковник австрийской армии, наш разведчик ГРУ, но и за тупости как руководства ГРУ, так и подчинённых, простых сотрудников, которые на обычный мобильник по роумингу передавали секретные данные прям в штаб-квартиру ГРУ. Более того, открытым текстом не шифруюсь, этого самого полковника в Австрии поймала контрразведка и столь ценный ресурс уже не мог помочь нам освободить биатлонистов из тюрьмы. Вот мне интересно, а знал ли Путин, когда танцевал на австрийской свадьбе с головой МИДа Австрии, что после его танцулик знаменитые биатлонисты России Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых, тренер Александр Касиперович, врачи Артём Крыльцов, Евгений Ушутов и массажисты Александр Олявкин, Дмитрий с Дмитрием Топычиновым и все граждане России, то есть поданные Путина, станут самыми, все граждане России, биатлонисты, да, в Австрии станут самыми обычными уголовниками в австрийской тюрьме. Таков итог Тацулик Путина на свадьбе в Австрии. Ни в чём не повинные люди за него отдуваются в тюрьме. У меня нет сомнений, что дело против наших спортсменов сфабриковано, ибо их обвиняют в нарушении австрийского законодательства 2017 года, то есть до всей этой шумихи вокруг Родчинького, из-за которого мог от него российский флаг и герб на Олимпиаде в Южной Корее. Очень было смешно, когда в сочном порядке в Австрию вылетел представитель Союза биатлонистов России со смешной фамилией Владимир Драчёв и перед телекамерами начал оправдываться, что уголовное дело заведено якобы не против российских спортсменов, а против президента Международного Союза биатлонистов, и они не заключённые, а проходят по делу как свидетели. И т.д. Явно Драчёв был австраф... Явно Драчёв был шокирован. Он ждал подвоха от ЭБЮ, от Международного Союза биатлонистов, от ВАДА, от МОД, но никак не от австрийских властей. Я думаю, Легко в Шапулином даже и не знали, что за допинг в Австрии грозит тюрьма, и поехали туда на этот Кубок Мира, не зная этого. Всё это говорит о плохой правовой подготовке наших спортсменов, ну и не только спортсменов в России и их защитников в суде, которым ещё только предстоит их позволять из тюрьмы. И заметьте, всё это происходит после Томаса УПЦ, то есть, тогда, когда возможно будет обострение на Донбассе из-за этого всего. Причём ясно и совершенно понятно, что когда новое руководство АБЮ, Международного Союза биатлонистов, посадит старое руководство, то оно возьмётся за отстранённых российских биатлонистов, всех сразу отстранит от международных соревнований по биатлону. Это цель минимум, а максимум отстраните Россию в моём виде от Зимней Олимпиады 2022 года. Это означает, что скоро руководителя Союза биатлонистов мира, который сейчас находится под следствием, надо тоже защищать. Это в наших интересах и, со словом, Дорачёва, у него в кабинете Андрея Бесберга нашли документ, Андреса Бесберга нашли документы, нашла австрийская полиция, которая показывает, что Андрес Бесберг закрывал глаза на нарушение российских спортсменов. Это очень серьёзно и надо было бы ему помочь, ведь наши спортсмены, биатлонисты проходят по делу даже не столько, как несчастные спортсмены, а как соучастники коррупционной схемы Андреса Бесберга. Но Андресу Бесберга не помогают правозащитники, адвокаты, которые помогают нашим биатлонистам. И когда его посадят, когда докажут, что его вину, то уже биатлонистам встретят статья в австрийской тюрьме не за допинг, а за соучастие в мафиозных схемах. А это гораздо серьёзнее статья. Ну и за преследование Андрес Бесберга был вынужден уйти из IBU. Недаром нашим биатлонистам занялось анти коррупционное бюро Австрии. То есть не просто там какая-то уголовная полиция, не просто потому, что там допинг запрещен, карается уголовно в Австрии, а антикоррупционное бюро, то есть пытаются доказать связь биатлонистов с этим почётным директором IBU, который был вынужден уйти в отставку из-за всех этих скандалов. И сейчас австрийские власти его уголовно преследуют. И наши биатлонисты так могут на 7-10 лет в австрийские застеночки в австрийскую тюрьму то отправиться. В этой связи когда задержали наших спортсменов я зашёл на фейсбук к представителю МИДа Марии Захаровой чтобы узнать как реагирует наш МИД на уголовное преследование в адрес российских биатлонистов и что я увидел на её страничке сообщение про педофилов России и про то как с ними не борются представители МВД. Не борются. Я ей написал что госпожа Захарова займитесь лучше своими премиумными обязанностями. Она мне написала что по поводу биатлонистов она проводила брифинг. Ну и что а где правая помощь биатлонистов в будущем ЗК австрийской зоны нету. Брифинг она провела. Да и это всё равно что во время войны не стоять в окопе ожидая напоения врага а идти на соседнее поле и сеять овёс. Педофилами видите ли Мария Захарова занялась. надо было заниматься спортсменами знаете как в Китае и как у нас когда задержали финансовую голову Куавей то китайцы пусть и под залог её освободили. А когда австрийские власти задержали биатлонистов наших Мария Захарова чем занялась педофилами. Да? Да? Вот так вот. И ещё можно остановить о том что вот когда задержали финн директора Хуавей очень кстати красивую девушку то китайцы сразу сказали от вашего надкусанного яблока то есть от Apple Китая может остаться косточка косточка да если вы её не освободите её удалось освободить но пусть и под залог ну а спортсменам уже ничем не поможешь они пешки пешки в игре к сожалению и вот скорее всего им придётся сидеть да россиянам грозит арест за неуважение государства в интернете татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат Ох, как я был прав в прошлой программе, сказав, что со смертью Людмилы Алексеевы умерла и свобода в Российской Федерации. Но даже я не ожидал такого серьезного и быстрого развития событий. В Государственную Думу по инициативе Совета Федерации внесен законопроект, который предполагает административную ответственность за публикацию в интернете материалов, поражающих явное неуважение государству органам власти и официальным государственным символам. То есть россиян заставят, принудят уважать это ебучее государство, которое малоэффективно. Это даже не в этом дело, а в том, чтобы уважать государство, где надбавки для ветеранов 600 рублей, а цены за 1000, в которых теперь пенсионный возраст для мужчин 65 лет, выступает, когда большинство русских мужиков мрут в возрасте 60 лет, и вовсе не от пьянки, а от плохой медицины. Называть это государство, уважать это государство не приходится. Я уж молчу про флаг, под которым ходил предатель власов. Так вот, значит. Зарплата учителей в этом государстве составляет 13 тысяч рублей, при том, что вот вычисли, да, ну то есть 13-10, ну вот вычисли 5 тысяч рублей вам на жизнь. А у вас, ну видите, там налоги, правду за ШКХ, 5 тысяч рублей в месяц на жизнь. А у вас дети, а у вас машина и т.д. И что, я должен уважать это ебучее государство? Я не должен уважать это сраное, Россия это сраное, абсолютно сраное государство. Да. Вот скажите, за что я должен уважать Российскую Федерацию? За заводов, которых нет? За тех людей, которые погибли, которые не смогла защитить Россия? За что я должен уважать? Я просто отказываюсь уважать государство, где жажда наживы на гражданах поставлена на поток. Пять лет грозит уколовная ответственность. Это просто вообще позор. Не надо путать государство с Родиной. Я ненавижу это государство. Но я люблю Россию. И вот представим, что понимается под арестом. Вот, например, у моей родной Самары. Российская власть сносит парк 60-летия советской власти. Да. Вот советская власть его поставила, а российская власть сносит. И вот люди выходят на митинги. И они попадают под статью неуважения государства. А до хера я буду уважать это государство, которое рубит парки в угоду того, чтобы всякие там строительные бизнесмены доживались. Не надо уважать такое государство. Я надеюсь, что этот законопроект не будет принят. И, кстати говоря, на этой неделе Дмитрий Анатольевич Медведев выступал в парламенте. Ох, еще бы он сказал про то, чтобы этих законов не было таких дебильных. Типа там про интернет или арест за неуважение государства. К интернете, да. В интернете, ну то есть, ты какой-нибудь протест опубликовал, все, тебе арест. То есть, мало того, чтобы у тебя интернет будет плохо работать, тебя все арестуют. Вот так вот. Вот такие вот новости. Ху, да. Большое внимание я уделил пресс-конференции. Аж в воле пересохло. Я в эфире очень сейчас давно. Ну и могу сказать, что на следующей неделе будет специальная программа, специальный выпуск, посвященный итогам года. А этому Андрею Клишасу я желаю уголовного преследования за неуважение государству. Да, вот так вот все. Ну хотя, и давайте так ему, я, нет, не буду желать, а то пожелаешь другому и сбудется по отношению к тебе. В общем, вы поняли, да? Мало того, что у вас будет плохой интернет, так еще, возможно, так еще и вас арестуют за похабную картинку, где Путин в виде Гитлера представлен, к примеру. На этом все. Итоги года на следующей неделе. Пока. Есть чем поразмыслить, какие события были, что происходило в мире. Но это будет потом. А на сегодня пока-пока. Алфидер Зейн.